это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня ночной аврал вывозить снег с улиц рязани мешают автомобилисты дед мороз в погонах и конкурсы интересные выходи гулять в лесопарке на праздники готовят особую новогоднюю программу с улиц рязани продолжают вывозить снег ночью техника работала у вокзалов рязань-1 рязань-2 площади димитрово на улицах вокзальная чапаева татарская кольцова и возле рязанского цирка администрация города в очередной раз обратилась к рязанцам не парковать свои машины во время уборки несмотря на оттепель снега в рязани еще предостаточно его вывозом с улиц города сегодня занимаются около 150 единиц техники сначала не погоды уже вывезли на порядка 95 тысяч кубометров снега ночью очищали парковки у железнодорожных вокзалов и площадку рязанского цирка по-прежнему помеха только одна традиционно сезонная уборки вывозу снега мешают припаркованные автомобили привлекаем эвакуаторы но из-за этого увеличивается время уборки еще раз обращаюсь к автомобилистам с просьбой не парковать свои машины на участках уборки и не создавать препятствий для работы техники в местечке карцева произошло именно так большегрузы обустроили себе место для отдыха и в итоге заблокировали дорогу эта тема кстати стала отдельной на заседании правительства власти города совместно с гибдд вмешались в ситуацию организована альтернативная площадка для парковки большегрузных средств в предыдущую ночь совместно с сотрудниками гибдд оттуда их все убирали на альтернативную парковку полностью там территорию все расчистили но к сожалению вот на сегодняшний день тоже картину на утро смотрели большегрузы продолжают там парковаться но будем дальше приучать к порядку приучили за два дня сегодня в этом месте скопления фур не наблюдается а для забывчивых скорее всего установят специальный информационный стенд а работы по вывозу снега с городских улиц будут продолжаться в круглосуточном режиме в преддверии нового года на улицах города появился полицейский дед мороз от привычного образа волшебника его например отличает надпись на костюме полиция да и подарки у него кстати тоже другие но об этом и многом другом нашем следующем репортаже сегодня на парковке гипермаркета глобус посетители необычные дед мороз и снегурочка правда от привычных сказочных героев их отличает как минимум надпись полиция на тулупе потому полицейский дед мороз и задает необычные вопросы малыш что ли стесняется то ли забыл и на помощь приходит папа говорит показывал ему и дорожные знаки и разметку в общем пдд знает награду за свои знания мальчик получает подарки во-первых такой сладкий подарок во вторых полезный подарок который пригодится тебе когда ты будешь идти в детский сад например это такой световозвращающий приводчик который светится в темноте он позволяет нам в темноте быть заметны другим участникам дорожного движения такую акцию организовали сотрудники госавтоинспекции основная цель профилактика детского дорожно-транспортного травматизма потому один из важных подарков это световозвращатели не забыли и про родителей им выдают специальные памятки с перечислением основных правил безопасности дорожного движения подарки получат все независимо от своих знаний но в том числе хотелось бы в том проконтролировать уровень знаний которые которыми владеют дети да у нас где нужно переходить дорогу как нужно переходить дорогу что должно быть у нас на одежде в темное время суток если ребенок этого не знает или родители сейчас зачастую родители тоже не знают многих аспектов мы все рассказываем показываем и дарим полезные подарки в виде световозвращающих элементов сладких подарков памяток так что пока обычный дед мороз просит ребят прочитать стихотворение полицейский просит напомнить основные правила дорожного движения как малышей так и взрослых вводитель кстати автомобиль свой переставил а повлиял на это дед мороз или сотрудник госавтоинспекции в погонах пусть каждый для себя решит сам новогодний волшебник свое шествие продолжает рулем едете вот давай хорошего нового года акция новогодний дед мороз не единичная дальше маршрут пройдет по области подробности о месте проведения можно будет узнать на сайте госавтоинспекции программа празднования нового года в рязани уже известно а фиша опубликована одной из центральных площадок станет лесопарк здесь для рязанцев и гостей областного центра приготовили много сюрпризов новый год праздник семейный а лесопарк по аналогии семейный парк обширная программа на зимние каникулы придется по вкусу и рязанцам и гостям областного центра по словам организаторов мероприятий волшебство здесь начнется уже с 23 декабря по традиции в этот день стартует новогодняя деревня в лесопарке с 23 числа и по 7 января мы работаем для вас чтобы создать праздничное настроение и интересный досуг для жителей гостей нашего любимого города выходные будут только 31 и 1 января чтобы все могли провести время с семьей в привычной уютной домашней обстановке мы ждем гостей мы приготовили для вас различные мастер-классы анимации спортивные развлечения для всей семьи фестиваль выходи гулять с зимними забавами семейный забег название самого ловкого и умелого пока что понятно организаторы не раскрывают всех карт чтобы не испортить сюрприз но и разумеется самое главное событие зимы в лесопарке это открытие резиденции деда мороза здесь же ежегодно по традиции с 1 декабря начинает работать почта главного волшебника страны любой желающий может отправить письмо деду морозу прямо в лесопарке песен с каждым годом становится все больше чему мы безусловно очень рады это значит что жители нашего города может быть и его гости действительно верят сказку и ждут волшебство по предварительным подсчетом в среднем около двух тысяч рязанцев присылает дедушки морозы свои надежды мечты или добрые пожелания и поздравления с новым годом песни пляски и хороводы мероприятие в лесопарке запланированы на все новогодние каникулы интерактивные и анимационные программы с участием сказочных персонажей и творческие конкурсы кристина бочкарева михаил лазуткин телекомпания город партнер программы день города и край рыба камчатская до 24 декабря выставка продажи возле главного входа в торговый центр премьер новость которая всколыхнула социальные сети в одной из стоматологических клиник умер ребенок за сутки история обросла слухами и противоречивыми фактами за дело взялся следственный комитет эта история началась с громкого заголовка в социальных сетях в одной из частных стоматологических клиник умер ребенок подробности появились сразу же сначала был указан только возраст ребенку 3 года а потом в другой новости появилась и точная дата событий 16 декабря так историю произошедшего восстанавливали практически по крупицам тоже предстоит сделать и следственному комитету по данным следствия 16 декабря 2023 года после проведения хирургического лечения в одной из стоматологических клиник города рязани мальчик в удовлетворительном состоянии был отпущен домой в сопровождении родителей дома состояние ребенка ухудшилось 18 декабря 2023 года родители вызвали мальчику скорую медицинскую помощь прибывший врач констатировал смерть ребенка соцсетях написали причину этого удовлетворительного состояния дескать еще в клинике у ребенка открылось сильное кровотечение в комментариях мнения разделились одни считают что причиной стало само стоматологическое лечение другие говорят о сопутствующих проблемах все точки над и расставит следствие сейчас проводится комплекс процессуальных действий направленных на установление причины всех обстоятельств смерти ребенка уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 уголовного кодекса российской федерации это причинение смерти по неосторожности расследование тела взял под свой личный контроль председатель следственного комитета россии александр бастрекин проблема домушников причем не только в празднике по-прежнему актуальна так говорят сегодня сотрудники росгвардии опираясь на статистику воры проникают в квартиры когда там никого нет как и безопасить свое жилище рассказали сотрудники вневедомственной охраны в обычный месяц сотрудники вневедомственной охраны по тревожной кнопке и срабатыванию сигнализации выезжают до 200 раз в постпраздничный январь выездов таких в два раза больше причина простая хозяева уезжают кто в отпуск в дальние края кто к друзьям оставлять квартиру без внимания не стоит говорят сотрудники росгвардии лучше создать видимость присутствия в случае если вы собираетесь уехать на длительный срок не оставлять дома ценные вещи возможно приобрести домашний сейф и хранить ценности в них также если есть возможность попросить родственников близких знакомых друзей периодически навещать ваше жилье создавать тем самым эффект присутствия стопроцентный способ защиты это установка сигнализации говорят сотрудники росгвардии однако и так можно обезопасить свое жилище следуя простым правилам меньше рассказывать малознакомым людям о запланированных поездках и не писать об этом в соцсетях уходя из дома закрывать окна и форточки родных и близких следует попросить забирать письма из почтового ящика в рязанском театре кукол для детей-сирот прошла елка с ложкой мероприятие уже стало доброй традицией состоялась седьмой раз проект создан и организован рязанским театром кукол вместе с ассоциацией кулинаров рязанского края встречи с дедом морозом снегурочка и символом года дракончиком волшебный спектакль аквагрим и кулинарные мастер-классы все это часть одного мероприятия елка с ложкой благотворительный проект который проходит уже в седьмой раз гости праздника воспитанники рыбновской и солочинской школ интернатов для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей у ребят должна быть возможность подумать о профориентировании поскольку в это время года мы все строим планы даем обещания естественно мысли о будущем так или иначе нас всех настигают и так вот родилась эта история мы рассказываем о своей профессии дарим спектакль кулинары проводят мастер-классы и дарят сладкие подарки новогодние праздники сложно представить без сладкой темы разжечь профессиональные интересы подарить приятные эмоции главная цель рязанских кулинаров сегодня мы готовим мороженое мы расписываем новогодние пряники делаем эклеры аквагрим будет для детей идея самого мероприятия пришла в семнадцатом году когда мы задумались о создании ассоциации кулинаров рязанского края ну и соответственно хотелось бы познакомить детей с творчеством поваров кондитеров и провести мероприятие формате мастер-класса сладкого стола ну и естественно спектакля предновогоднего в этом году ребятам показали спектакль серебряная копытца эта история наглядно иллюстрирует насколько важно верить в мечту и быть благодарным судьбе за все кристина бочкарева дмитрий ефимов телекомпания город на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62.tv на наших страничках в соцсетях всего доброго встречай новый год с камчатскими деликатесами чавыча красная икра белорыбеца все от производителя с 18 по 24 декабря рязань т.ц. премьер т.к.